Говно артистка! Потрясающе! Это такой товарищ, говно товарищ! И как это, терпеть вот это все, да? Я категорически сказал, они без моего ведома там в доме, я говорю, я не приду даже. Вы что, с ума? Какой вы имеете? Я ни за что не буду, никогда. Ну, и я решил, моя партия устроила там это самое, и Стасик был, и Боря были. Я решила повеселить, из нашей жизни с Мартюковой, ну, почему, я говорю, почему Мартюкова потрясающий остроумный человек, и она вот необычная, понимаете, вот то, что, даже как она пишет, она талантлива много, даже писать, она писала, то, что вот она рассказывает. Ну, расскажи про эти, расскажи, как она сняла, привела. Она пришла, опять неудачная любовь у меня, тоже неудачная любовь, и она пришла, и говорит, мы стоим, ну, это было много лет назад. Вдруг раздается звонок, у меня она сидит, она в высотке жила, а я тоже на котельнице, только в засратном доме, она в хорошем, а я в засратном доме. И так и живу. Вдруг раздается, она звонок, я поднимаю, друг говорит, можно, это самое, Нонна Викторовна. Я говорю, ну, тебе, у меня, ее она спрашивает, я говорю, да, 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 это врач, помнишь, мы на пароходе, полосы зубы, да, 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 да. Да, 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 да Она, адрес, я говорю, адрес, она передает этот адрес. Мы положить руку, а переодеться, ждем. Значит, вот этот, думаю, звонок раздает. Я открываю дверь, стоят два азербайджанца кривногих. И с ящиком водки. Я вижу по морде Донки, что она в ужасе. Ни я, ни она, ни... Каким образом? Что это? И так, да, приходите, они пошли, и сперили... А жара была, лето 40 градусов, вот вроде ты сегодняшний. Ой, это что-то было ужасное. И мы там что-то собрали, и, в общем, короче говоря, я выпил рюмку вторую, и мне плохо. Водки, значит, все. Там лоджия, и я вышла на лоджию, и вторая там комната, и так как мне нужен был определенно уже, так сказать, выдворить, я залезла, вышла на лоджию, залезла через эту комнату в сортиру, в обнимку с унитазом, значит, начала изрыгаться. И вдруг я слышал, как Нонка кричит, Римма, Римма, она видела, что на балкон пошла. Она выходит туда, и она тоже уже пьяная, потому что ничего, ест, не вынимая. А она бросилась. Эти кривоногие сразу исчезли вместе с Моткой. А я слышу, а сказать ничего не могу, потому что не могу. Короче говоря, я вышла уже, когда дверь открыта, никому нет, ни этих самых кавалеров, ни ее. Это вот повеселило. Так вот, Стасик привел, это самое, каких-то, это самое, журналистов, и они тут же написали в газету, вот это, вот, кстати говоря, я тебе еще не сказал, вот, пизделей тебе напомнили. Написали, причем написали уже со своей точки зрения. Мордюкова и Маркова в молодости собращали азербайджанцев водкой. Ну, как это можно так сказать? Вот это я повеселил, называется. Вот такие случаи в жизни бывают, причем это у каждого. Не, ну, ты понимаешь,